Fiat Linea – типичный представитель самого населенного сообщества. Дело в том, что самые крупные страны мира, а это Турция, Индия, Бразилия и Россия, освоили производство этого небольшого семейного седана, призванного конкурировать с Ford Focus и Mazda E3. Все страны вышеперечисленные – это как минимум треть населения Земли. Если что, естественно, надо понимать количество выпущенных автомобилей и на что производитель рассчитывает. А это надежность, неприхотливость и к сортам бензина тоже. Так, например, в Турции предпочитают солярку, ну, вообще-то и не только, еще и газ. В Бразилии спирт, в Индии Linea одинаково хорошо переваривает, как бензин, сортов от Евро-2 до 4, так и метан и пропан. Ну, а в России, извините, приходится переваривать все то, что горит. То есть Linea универсальная и бюджетная, при этом очень хорошая машина. Опять не будем кататься, что ли, на Fiat? Я их все искатал вдоль и поперек. И давайте все-таки немножко честной информации. Так вот, из всех автомобилей, которые сейчас производятся, извините, выбрал бы я, наверное, Fiat, потому что цена и качество. Потому что, конечно, хотелось бы купить Ford Taurus, который у меня есть. У меня есть 20-летний автомобиль, он меня вот так устраивает. Но новый Ford Taurus в Америке стоит 45 тысяч долларов. Это такая нормальная машина. 3.6, твин-турбо, полный привод. Ну, он практически GTR-у конкуренцию составляет. Хотелось бы мне, конечно, купить Volkswagen Passat. Тоже харизматичный автомобиль, но Volkswagen Passat я разрубил после того, как увидел, как там ГРМ снимается. Ну, меня немножко коробит, когда для банальной операции необходимо полмордом автомобиль растрясти. Остальные автомобили, все, что продается в городе Магнитогорске, вот такого сегмента, да, это очень дорого. Китайские машины, да, хороши. Но если брать автомобиль от лидера, а, извините, Fiat у Daimler Chrysler оторвал Chrysler, то вот другого варианта-то нет. Тем более машина, которая продается в России. Ну, и теперь преимущество Fiat Liner. Люди приезжают из Европы, и вот все, хвалятся. Мы типа немцев привезли. Немцы 1,8, турбо. Или 1,6, турбо. Экономичного такого. Так вот, вместо немцев сейчас надо брать итальянцев, точнее, турков. Или турчанок, или туркишев. В общем, честно говоря, надо брать русских. Эта машина имеет, конечно же, европейские корни. Большинство таких автомобилей собирается не в России, а в Турции. У нас они собираются. Кстати, Турция – это лидирующая европейская страна. Во-первых, по размерам. Во-вторых, извините, кроме Турции, является мировым, точнее, европейским лидером по совокупности всех показателей, только Германия. И вот эта машинка. Это не 1,8 турбо. Это 1,4 турбо. То есть, то, что надо для тех, кто понимает, что цена бензина скоро в зоне ВТО будет 1 доллар. Это как минимум. А может быть и 1 евро. Иначе других условий нет с вступлением. То есть, чем она отличается от Ауди, по сути? Я имею в виду, все машины имеют 5 автомобильных колес, даже 6. Запаска и баранка. Все автомобили имеют нормальный сейчас салон. Все автомобили имеют ЕСП, климат-контроль. Вот я перечисляю то, что здесь есть. Все автомобили сейчас имеют опционально отключаемые вещи. У всех автомобилей сейчас стоит бортовой компьютер, с которым вы можете разговаривать. У всех нормальных автомобилей сейчас есть управление магнитовой на руле и еще и интерфейс. Только вот не у всех автомобилей цена такая. 500 с небольшим тысяч рублей. То есть, подумайте о том, что сейчас, в то время, когда Америка немножко расколбашивается, в то время, когда Греция, вместе с Испанией, вместе с Ирландией, не время понты давить, время выбирать себе друга. Друга на ближайшие 3-4, может быть, 5 лет. Потому что, помните, да, хлопнул в 2008, как бы 11-й год мы еще не очухались. А как хлопнет? Поэтому берем Fiat, длиннее, естественно, с багажником, естественно. Катаемся 2 года вместе с Автоградом по гарантии, естественно. А потом едем и ставим газ. И вот тогда начинается та нормальная жизнь. А по сути, по сути событий-то вы не переплачиваете. Вы берете себе друга на длительное время. Друга, который проверен миллионами автовладельцев. С Fiat'ами нас связывает, ну, наверное, уже 50-летняя история. Дело в том, что эти машины настолько проверены временем, что даже копейки, те, которые выпущены в 1971 году, до сих пор работают. Можем ли мы надеяться на то, что сейчас вот эти Fiat'ы, которые собраны в России, в том числе и Линея, будут ездить столько же? Я в этом полностью уверен. За качество мы вручаемся. На автомобиль действует гарантия 2 года без ограничения. Плюс могу с уверенностью сказать, что, допустим, за зимнее время к нам не привезли ни одного Fiat'а, который бы не завелся этой зимой. Мы знаем, что молодежь у нас любит быстрые, резвые и такие борзые машинки. Здесь что для молодежи? Главной особенностью этого автомобиля является его сердце, его двигатель. Это T-Jet 1.4, мощность 120 лошадиных сил. Диапазон работы турбины начинается с 1750 оборотов. То есть практически на старте она может сорваться и ее не догнать. Как-то Fiat'ы у нас ассоциировались с кузом все-таки либо универсал, либо хэтчбек. Это что за Fiat? Fiat Linea, да, это первый седан у Fiat'ов. Седан C-класса. Сделан он на базе Grand Punta. А двигатель идет у него от спортивного хэтчбека и Браво. То есть можно говорить, что это то, что доктор подписал. Седан, который умеет очень быстро ездить. Да, в России в большей популярности всегда пользовались седаны. Поэтому эта модель очень подходит для российского рынка. Чем автоград нас радует еще? Автоград в этом месяце нас радует скидками 50 тысяч рублей до конца месяца. И значит цена этого автомобиля? Цена стартовая цена автомобиля будет 544 тысячи рублей.